Так, вот это наш участок, наш дом сзади. Вот здесь вот можно сидеть за столом. Что мы иногда и делаем здесь. Костер можно сжечь. Цветочки. Наши дамы очень любят цветочки. Не только перед домом и лицевая сторона дома украшена, но также и тыльная сзади. Вот такие вот горшки покупаешь, подвешиваешь и потом поливаешь. Они все это цветут. Но в этом году у нас есть проблема. Инвейджин. Кто-то к нам сюда повадился. Девчата, когда увидели, офигели. Птичка сделала гнездо. Ага. И это, в этом горшке вот прямо. И так, что были проблемы с поливанием. Поливкой, допустим. Приходилось очень осторожненько поливать, чтобы не потревожить ее. И она всегда сидела. А сегодня жена, говорит, ее уже не было. Вместе было два маленьких яйца, одно большое. Сейчас мы быстренько посмотрим, посмотрим, посмотрим. Так, так. Видите, видит. Я ничего не вижу, блин. Смотрю, что ли. Ну, елки-палки. Точно кукушонок, а, блин, долбаный. Смотрите. Я еще смеялся. Видно, нет? Почему я не вижу? А вот он. Вот он. Блин, а? Охренеть, блин. Вот такая вот беда. Так. Посмотрел, проверил. Сидит наверху кукушонок, а под ним два этих маленьких птенца. Но они живые. И я надеюсь, что им перепадает немножко корму, может быть. Обычно же описывают, что кукушонок выбрасывают там, да, или яйца, или собрать их своих маленьких. А тут они сидят. Плюс в том, что у нас было очень много холодных дней таких дождливых. Я думаю, он их обогревает в какой-то мере, он сидит над ними, как квотчика. Ну, придавил их, конечно, капитально. Туша такая. Ну, лишь бы мама их кормила, тогда, даст бог, все выживут. Хорошая такая маленькая певчая птичка. Вот она уже тренькая где-то. Где она? Ну-ка, может, увидим ее? Сейчас отойдем. Маленький такой королечек был. Бедняжка, пташка. Не повезло. Так, птенцы бы погибли под весом этого большого монстра, и поэтому мои дети решили их спасать. Узнали в интернете, как выкармливать птенцов. Взяли их из гнезда. И много дней дома кормили. И выкармили. Вот он, бандит. Не хочет возвращаться в родные пенаты. Привык он к Кате. Считает ее за маму. Кушает. Из рук. Решили выпустить, чтобы учился летать. Уже в квартире научился летать, не врезаясь, не в какие препятствия. Ну, то есть, научился навигировать. И вот теперь сидит вот здесь. Это маленькая певчая птичка. Вот такое доброе дело мы сделали. Так, а вот это вторая птичка, другая. Оказалось, это не кукушка, а Катя нашла. Там как-то называется здесь в английском cowbird, по-моему. То есть, коровья птицы. Ну, то же самое, как кукушка. Родители подбрасывают яйцо в гнездо. И потом другие птицы их выводят и вскармливают. И вот такое вот. Представляете, видите, да, насколько он намного больше того? Ну, в три раза, наверное, больше. Громадина просто. Один пропал маленький. Когда мы их решили забирать из гнезда, оказался только один большой, один маленький. Отрытие или родители успели утащить, или хищники спушили. Ну, ладно, вот так Катя выкормила двух птичек птичек. И теперь она за ними наблюдает здесь, в нашем саду. Так, одного беглеца поймали. Он не беглец, конечно, его выпускали, чтобы потренировался полетать. Но летают хорошо уже. Мне неизвестно, кормиться смогут сами или нет. Все, cowbird, а? Коровья птица. Надо посмотреть в интернете. Ведут себя кукушки, подкладывают яйцо. Приемные родители воспитывают эту птичку. В этом случае это были маленькие певчие птички. А другой маленький паразит улетел. Улетел высоко, далеко, сидит и там потихоньку тренькает. Он уже полностью самостоятельный. Просто удивительно, как природа устроила. Буквально за несколько дней они так оперились, набрали вес, силы и начал самостоятельно летать. Ну и так будет жить у нас, развлекательно своим тренинганием. Джона, да? Джона его зовут. До свидания, Джона.